итак все же я решился сегодня прийти за своей волгой и поехать дедушки сделать подарок все все вот здесь вот лежит руль пластик и сейчас я выезжаю не хотел ехать на самом деле думал уже на зимовку ставить но полноценно проеду сегодня днем третий раз по небольшим пробкам сделаю подарок покажу свою волгу ну и на этом я успокоюсь по крайней мере мне будет приятно и моя миссия будет закончена потому что я хотел ехать на другой машине нам на своей думаю не проеду все-таки пахал покажу похвастать своей пускай посидит посмотрит ее интересно его мнение поехали так ну что старенький пятиэтажечка где живет дедушка я приехал все глушим да потому что это длилось уже долго собирались встретиться все жду любишь свою машину чего свою чай свою чайку любишь ну конечно люблю люблю потому что в таком состоянии и даже колеса колеса старые даже еще колеса старые старых понюхайте как внутри пахнет если вы правда после сигареты уже не понюхаете тут все старое как было шестидесятом году молодец у меня тоже здрасьте здрасьте пошлите рад встречи давно мы не виделись с вами продолжительную встречу ну да 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 только только это с вами поговорили я помню год назад о войне вот тебе на новое ну как вам садитесь поедем вот там возле гаража уже поговорим вы там все знаете как открывать не не вперед садитесь вперед опа садитесь ставьте но как вам автоматически 60 год 60 вторая серия тут еще причем я не вытирал только мы-то снаружи а и сервис только сделал вот это с вами я сейчас встречаюсь я на ней езжу за 12 лет сегодня четвертый раз понимаете да объем про и километраж но может от силу сейчас я проехал максимальный вот здесь помою потом видите помните игрушки в ваше время такие были 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 да но тут как висела это хозяина того так она и висит так ну что приемник работает вот приемник работал раньше а сейчас не работает чего не знаю закрытом за одеялами замотана была из-за этого все и осталось помню вы меня здесь катали теперь я вас но слушайте у вас она идеальная сколько вы лет на ней проездили скажите пожалуйста с этого декабря 68 года вот так куда нам пригнали вот серенький а я за ним тогда останавливайся декабрь 68 года да кстати когда у вас это был день рождения ну напомните я просто что-то подумал что у вас на день автомобилиста 30 числа он был поза не ну ладно все до пакеты еще увидите упомните же ваши пакеты такие были тоже по-любому да посмотрите сейчас а это еще 2 серия она папа чуть-чуть получше было все таки 3 ну по качеству помните же более ровненькие такие все ставили машине да и все вот все же моя миссия сегодня будет почти закончена подарок вам отдам ну единственное останется его еще установить и все я честно говоря не решался ехать на ней все не решался не решался думаю нет вот не могу успокоиться хоть ты тресни сегодня с к вам съездил поставлю ее уже на зимовку сниму аккумулятор и все вот такие вот дела вот ваша света нету да нету света да у меня фонарик и стану что тут мы все увидели уже много мнений нормально зачем тут светло вот ваша красотка куда опять поедет молодец это вам сколько сколько ударила и ударила стукнула 91 бомба берите пример ребята берите пример и обратите внимание на улыбку и на радость так мне надо отъехать будет они пройдет но я все равно отъеду когда будете отъезжать поцарапали чуть-чуть вот эту самую немножко погнула эту стукнула я думаю не надо даже и делать я думаю не надо даже и делать почему-то зачем тратить деньги я хочу тоже привести немножко порядок тут у нас есть один товарищ такой чтобы главное не испортил в общем я с вас пример буду брать вы для меня пример когда я встретился с вами там четыре года назад или сколько первый раз я не помню но давно я назвал город выжгород назвал город волк потому что тут в одном кооперативе одни волги 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 вот и вот это же тогда у меня сразу же идея была так приехать к вам на своей это кстати помните я был с сыном своим помните да это же я ему ее купил это его волга он еще когда я купил был маленький сейчас уже большой ждет верит папа как там моя волга верю сына все отлично говорю ждет тебя ждет не это его волга он родился у меня 21 0 1 2012 вы чувствуете какие цифры а вот так что его у него будет лучше 21 лучше у меня передний висит передний висит задний я не хочу ставить почему сейчас я вам покажу потому что в парафине вся была вся была в парафине ездил только летом крым 43 тысячи на ездил он приезжал к родным своим а нас он зажил где-то в якутии на лето машина была донецке он приезжал и летом семьей ног в крым катался и все в парафине так и ездил вот я ее отмыл от фарафина и обалдел как новая да я просто я и рад что вам покажу за машину вы видели эти цвета помните какие не яркие были сейчас люди проходят во дворе не говорят цвет волги был только белый и черный а а я такой догоняю гранения не говорю цветов было много и они были очень красивые это говорю цвет под номером 18 вот такой вот редкий как раз да было было но я редкий цвет согласно смотрите тут даже табличка этого вот я вам покажу вот синтетический кофейный назывался кремовый смотрите он длинный ну куда его сюда зачем это же не современные номера этаж мои а я всегда сделаю потом вот такой как у вас вот такой сделаю и поставлю но для красоты уже у меня есть старый но опять же старого-старого нет оборвали вон она и вон она была ну может быть я там подкрашивал да 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 так что вы сейчас будете отъезжать или нет света с фонариком все так нет давайте я посвечу вам давайте мы сразу кстати мой подарок положим вам багажник да наверное или куда оставите да и так хорошо самое основное самое основное это это вот это это вот это держите это мой вам подарок это все все весь ваш пластик каждая буковка каждая циферка руль самое основное что ну тут все основное у вас все полностью поменяем до вами приедут поменяют я уже договорился просто время теперь надо дождаться мастера вот тут каждая кнопочка вон видите сейчас я включу подсветку бомба это общем вам на 91 год вот это вот это старая ставится вот это ваша планочка оставляется поняли и вверх вроде бы оставляется вот это вот но видите крутилочки в общем каждая штучка будет заменена внизу вверху все сзади так что все будет новое да не не все что я вам просто объяснил что она вот здесь вот все смотрите вон спрят спрятана видите да все кнопочки полностью ручки кнопочки вот руль и вот большие ручки но все весь комплект у вас как новенькая внутри будет руль будет держать приятно мнение это подарок все мне приятно все закрыта тема главное нам теперь чтобы вам его поставили и все согласны а вот руль ваш но он уже давно у вас покрошился да вы его заклеили чтобы вам ну ну правильно скотчем обмотали чтобы не впивалась в пальцы вам это вся ерунда вот это же у вас все родное еще стоит тоже кстати все родное да есть полная полная такая жидкость что ли сейчас 6 паряется жидкость не только спаряется жидкость может сейчас разъесть вам шланги тормозные то может современная современная да она может поразъедать шланги вот это чувствуешь все все да держите да ребята с 68 года супер встреча просто идеальная 91 год человек за рулем сейчас поедет на дачу лишь бы чем-то заняться запомните всегда надо чем-то заниматься хотя бы сексом а а а а а а а а супер Работает как часы. Завелась вообще. Да, вообще. Вот такая вот Волга. И вон наша стоит. Радость. Итак, сейчас сделаем фотосессию. Я вам скажу, кстати, я когда в паркинге кручу руль, я скажу вам, это тяжелее, чем кататься на велосипеде чем-то, блин. Нагрузка такая и на руки сразу же, ну и на пульс такой, его крутить на одном месте очень тяжело. Ну, 91 лет, крутим, все в порядке, все переключаем, крутим. Что сказать, молодец, здоровье. Вот все, что можно сказать. Сейчас рядышком тоже поставлю. Пару слов еще, да и поеду. Вот что, у меня все есть. Да, 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 сейчас попрошу у человека. Сейчас я их сниму рядышком. Такие две машины, супер вообще. Сейчас попросим сфотографироваться. Сейчас мы сфоткаемся и поедем по делам. Такого, 60-го года машина, я думаю, резина может 65-го. Это моя ровесница. 60-го года, да? Да. Сейчас проблема найти... Еще донецкие номера мои родные. Да, ну я тоже из Донецка. И купил ее в Донецке давно. Она стояла, вот это помыли, даже внутри не мыли. А это резина ее родная. Ну, это же она уже реставрирована. Нет. Это просто сохранилась машина. Вот это вот, это была, стояла почти, скажем... Как они называются? Капсула времени? Да. Ну, это, кстати, вы, чтобы понимали, это наше начало изобретения канала капсулы времени. Ага, я смотрю его. Я ищу машины. И вот это моя первая находка. Я понял. Аж мурашки по телу. Да? Вам тоже повезло. Видите, встретились. Спасибо, хорошего дня. Так, ну вот так вот встретились. Давайте сядем на две минуты. Можем к вам. Пошлите ко мне. Мы у вас уже сидели. Привычка. А? Ключи натаскивать, надо ли я? Забываем постановку. Ну, раз сдачи натормозе с ключевым езжем. Сейчас я отъеду назад. Да? О, так у вас, наверное, там... Ничего, нормально бегать там. Держат? Да. Сейчас отъеду. Да, аж потихоньку тут недалеко. Зворки все время. Понял. Все тут нормально. Встанем здесь. Показал я вам, в общем, машину. Мне приятно еще чего и вам показать. Вы-то помните их. А никто уже не знает, что такое было. Вы даже, я думаю, чувствуете, что это оригинал. Видите, что говорят люди? Что крашеное, ну, реставрированное. Потому что никто же не понимает. Да и я бы не понял, если бы один раз увидел там одну машину. Я-то пересмотрел их сколько уже. Я знаю, что такой цвет. Сдалека вижу родной цвет. Вот. А тут... И раньше же цвета были тоже все такие. Когда новая машина, она была новая. Она блестела, как и ваша. Я представляю. Кстати. Блин. Фотки забыл посмотреть. Ядрен батон. Это очень жалко. У вас же есть, когда вы молодой еще и с фотографией. Надо посмотреть, Илья. Может, даже у вас есть, да? Может быть, один в сумке. Давайте, если это есть, это просто для меня будет подарок. Огромный. Потому что вы что, посмотрите? Может быть, и вытащил. Пошите тогда к вам. Я просил уже, да, тогда. Вот это будет четко вообще. Ну, пойдемте посидим. Посмотрим у вас. Интересно. Заходи, садись. У меня не направляешься. Просладнее. У меня уже прогрелось. Ну, посмотрите. Да ладно. Серьезно, вот они оказались. Супер. Я помню, просил. Да. Это то, что это самое ценное. Одно из самых ценных у нас, для нас сегодня. Я тут у вас увижу молодого, я так понял, да? Ну, да. Ну, показывайте. Показывайте. Так, вот одна выпала фотография. Держите. Это вот я в своем гараже в погребе. Я готовюсь, это самое. Блин, это вы? Ну, да. С ума сойти, блин. Машина 45-45 там. Еще, да? 45-45 еще номер, да. А сейчас какой? Вот тогда засадил. Я зря был. Такой номер прекрасный. Две девятки было, да. Представляешь? Это же порядочный человек был. Переоформили, да? Заплатили денежку, как обычно. Ну, это наш в одно время. А потом еще раз они менять стали. Я уже потом не стал. Денег все не могли заработать никак? Все не могли денег заработать? Ну, да. Я не знаю, для какой. Слушайте, ну, конечно, блин. Это какой год? Ну, это, наверное, уже где-то близко, когда она была. Ну, вам тут лет 40, да, наверное? Ну, да. В 68-м году мне было только 37 лет. 37. Ну, вы крутой человек был, да? Счастливый. Счастливый. Ну, как на Волге в 67-м. Ну, классно же было. Хотя, наверное, в 67-м уже не так. Вот в 60-е это было круто, да? Ну, это важные люди ездили на Волгах. Ну, конечно, да. В 60-е. Это уже в 60-е 50-е годы уже стали ездить за границу все. Я тоже в 66-м году я в Волгынестане был. Супер. Это ваша дочка, да? Это да. Дочка. Маленькая еще вот. Да, вот это супер. Вот. Я в этом самом. Так, это подождите. Тут вам уже лет 50. Да? Ну, может быть. Я не знаю. Ну, тут вы вообще как агент, слышите, как агент КГБ. Да. Ну, класс. Вот. Это дачи нам были там на канале. На однолевом берегу. Вот. Потом Шерестов туда нас шуганул. Супер. Это племянник, который приезжал сюда, любил. На этой вулы ездить, кататься. Сразу тут со всеми познакомился. Его пропускали эти самые сторожа тут запросто. Это у вас очень... Вот этот номер сейчас 0587 КХЧ. Сейчас он у вас достанет. Вот. Девочек катал. Молодец. Молодец. Такой парень. Приехал сразу тут все девчонки его, да? Да, конечно. Машин-то, да, редкость машин. И да, даже я действительно познакомился уже где-то. А это чья девочка? А кто ее разобрал? А, я не знаю. Это он вам принес фотографию, да? Ну, да. Это он фотографии принес. Это там, это самое, уже водохранилище. Молодец. Ну, да, вот же парапеты. Парапеты. Это вот на набережной. Понял. Еще и блондинку нашел, вот молодец. Донецкий парень тоже. Да? Ну, да. Ну, я же с Донбасса. А, Япу, а вы где-то жили? В Торезе. В Торезе. А переехали сюда молодым, ну, уже ближе. Не, я в это, после учебы, после института в 50-м году, в 55-м закончил, и на Новосибирске работал на лес, а потом в Дагестане. Понял. А потом здесь, вот, и... Ну, все, сохраните их. Это просто супер. В Афганистане, вот это, в Афганистане заработал машину. Так, конечно. Тяжело было, да? Да, было. А вы строили там, получается? Вес, да? На Новосибирску здесь. Я там пробыл в сухах. Даже трех лет я был. Тогда же надо было три года. Ну, вот. Понял. Говорились, списались там в Дагестан. Понял, Кавказ. Понял. А потом главный инженер оттуда сюда переехал, и кое-кого, значит, с собой сюда просто забирал. Понял. Ну, супер. Все, что? Пластик будет новенький. Руль новенький. Кстати, я обратил внимание сейчас, вот, как и на моей машине, так и на вашей. Вот это еще заводской клей, да, получается? Вот, видите, желтый. Да, да, да. Там была, это, как его, пленка, да, оттуда торчала. Да. Да, оттуда торчала, наверное, я не знаю. Но это вы, это не стирали, так, кстати? Вообще, ну, и было, и вообще заплевено. Полностью, да? Да. Сверху было. У меня тоже сверху, он отодрал, но скотч этот еще торчит, как его, ну, целлофан этот торчит, именно везде, местами. Нет, у меня еще целлофан есть, там. Где? Куда-то, как она называется. А, а я эти даже не снимал, ну, там он внутри есть, остался, я понял. Повстречались, я, я рад. Как? Ну, надо хоть половину, но хорошо. Так, все, успокойтесь, все. Следующая моя цель, это встретиться следующей весной, когда будут солнечные дни, ну, опять вместе. Согласны? Конечно. Вот, и следующей весной мы уже, сейчас не будем, выпьем по бутылочке пива. Да. А вы, кстати, не пьете алкоголь? Нет, почему не пью, пью. Чуть-чуть, да? Ну, все, не буду вас отвлекать. Да, да. Тогда мы до следующей, а, подотекает следующая весна. Мы еще с вами пластик менять будем. Ну, это уже я просто без машины приеду. Я самое главное, что отметился на своей Волге, которая там вот стоит, красивая такая. Красивая. Красивая, видите? Кроме вас, никто мне не верит. Да, это самое. Ну, я сразу, когда я вышел, то я сразу почувствовал, что... Чувствуете, да, что она? Конечно. Потому что мне как не подходит, а подходят очень часто. И мне это не очень нравится. Мне начинают задать вопрос, что перекрашены, да? И я вот это уже устал говорить, что... Я начинаю все равно рассказывать историю. Пускай знаю. Цвет под номером 18. Чтобы запомнили. Кофейный цвет, это цвет номер 18. Ну, все, тогда, что вам хорошего дня. До свидания. До скорых встреч. Я как мастер освободиться, сразу вас набираю, и мы меняем вот это все ваше уставшее. Хорошо? Я поищу потом этого самого товарища, который занимался тут после этого. Это поменяем. И мы, может, сейчас кое-что тоже подделаем, подшимонит. Ребят, может быть, шлифует. А, отполирует. Отполирует. Это, кстати, очень несложно делается и недолго. Да она у вас засияет, я представляю как. Вы сами обалдеете. Не, реально, это вы правильно сделаете. Ну, главное, аккуратно, чтобы не испортили краску. Могут протереть. Не, ну... Просто полиролькой обычно. Ну, все, что? Тогда скоро увидимся, еще пообщаемся. О, у вас тоже фиксаторы хорошо еще работают. Двери. Аккуратнее будьте. Давайте, вам удачи. Давай. Поеду я проветрюсь и ставлю на зимовку. Ну, так. Я помню. Все. Что, вот это братчик, брата? Здрасте. Добрый день. Здрасте. Вот меня и оштрафовали. Нет, вас еще не оштрафовали. Вас только остановились, я только приветствую. Пытаюсь, что я машину не могу. Спасибо большое. Номер один впереди, а другий в багажнике. Машина выехала за 12 лет в третий раз. Ехал в Ижгород, навестил дедушку 91-летнего. Сделал ему серьезный подарок на такую же «Олгу». Так что с номерами, суть, чего вы не в багажнике? Потому что он современный, ну, а машина старая. А, дедный? Да, и вот, да. Все, есть. Я и... Что у меня сложилось с номером? Я... А? Здрасте. Что с номером, мне сказали? Сюда его нельзя ставить. Некрасиво. Некрасиво? Сусть у штрафов? Да я, конечно, знаю. Штрафов, я все знаю давным-давно. Ну, не знаю, честно. Меня ни разу не штрафовали, потому что без номера я не ещу. Вот так, чисто у дней. Буквально еще недели нету, появилась статья нового. Спринг. За номером отсутствия или переоборудования номера... Я это, кстати, записал. Штраф 1200 гривен новый, если отсутствует номер, да? Ну, вот как у меня сейчас. А если он будет лежать, допустим, на задней полке... Нельзя. Тоже нельзя, да? Нельзя. Только сюда. Мой вам совет, хоть для того-то, на два самореза. Понятно, нельзя. Машина настолько ценная, ребят. Это оригинал. Верю. Я поставил. 22-я, стоишь. 22-я, да? В оригинале. Серьезно? А какой бот? Не знаю, дядя с Чехословакии как пригнал, так и стоит. Ну, запишите мой номер телефона. Если надумаете ее куда-то, то мы ее определим. Только если она в оригинале. В оригинале. Не крашеная, ничего. Вот как это. Ну, как это. То, что делаю. Документы надо. Документы даю. Документы есть, все есть. Так. Все, пообщались мы, познакомились, как бы все мне объяснили. Траф, вы слышали, очень сильно подорожал. Без заднего номера, 1200 гривен. Раньше это стоило намного дешевле. Но мне пришлось опять все рассказать. Все объяснить. Что третий раз, ну, за 12 лет. Сейчас я ее ставлю. И все, и с концами. Так что, такое дело. Но меня простили. Меня простили. Все, едем дальше. Встреча состоялась. Я могу погрузиться. И очень. Так, скажите, это вкратце. Получается, снизу я вижу. О, вот это, что находили. Нанес, да, он был ранен. И кто-то дает неплохо. Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...